Этой ночью прошла очередная 96-я церемония вручения главной киношной награды мира премии Оскар от Американской киноакадемии. Что же во многом ее результаты мы с вами знали уже наперед, хотя кое-что стало полной неожиданностью, так что давайте сейчас коротко пробежимся по итогам и результатам Оскара этого года, узнаем кто в нем стал триумфатором, а кто напротив с треском провалился, и вообще повлияли ли на решение киноакадемии и лауреатов пресловутые новые правила, которые вступили в силу с этого 2024 года. Всем привет, с вами ЮТУ и мы начинаем. KIS4GAMERS лучшая площадка для геймеров и не только. Ведь тут вы найдете огромное количество всевозможных игр для разных платформ и сервисов. Все самые свежие новинки тоже появляются первыми на KIS4GAMERS. Плюс тут всегда по лучшим ценам можно приобрести игровую валюту, ключи аккаунта или различный софт. Все транзакции проходят безопасно, а продавцы надежные и проверенные. К тому же любые вопросы поможет решить качественная поддержка, работающая 24 на 7. Для вашего удобства есть множество способов оплаты, а по нашему промокоду ЮТУ будет скидка 10% на все. Ссылка в описании. Итак, если вы хоть немного следили за данной темой, ну или смотрели наш недавний видос с прогнозами и сливами результатов, то, увы, прям страшно удивить, с самого начала нам вас не удастся, ну потому что чудо не произошло. Ну или, как считают другие, напротив, произошло чудо, тут с какой стороны посмотреть об этом позже. Короче, суть в том, что OpenGamer Кристофера Нолана, как и ожидалось, стал главным триумфатором вечера, получив 7 статуэток из 13 номинаций, а именно, кино забрало главную награду вечера, статуэтку за лучший фильм, также сам Нолан был признан лучшим режиссером, Киллиан Мёрфи и Роберт Дауни-младший получили награды за лучшие мужские роли первого и второго плана, а еще OpenGamer был награжден за оригинальную музыку, операторскую работу и монтаж фильма. Итого в целом 7 побед, что по иронии судьбы ровно столько же, сколько в прошлом году получил тогдашний триумфатор фильм «Все, везде и сразу». И всего на одну статуэтку меньше, чем изначально пророчили для OpenGamer. Причем, почему мы сначала заговорили о чуде? Ну, потому что впервые за долгие годы наибольшее количество наград и титул «Лучший фильм» получило кино, которое в самом деле пользуется огромной популярностью среди зрителей и смогло набрать почти миллиард долларов в прокате. Такого, кажется, не было уже давненько. Что же следом за OpenGamer по количеству наград разместилось, как ни странно, не Барби, как это пророчили аналитики, а фильм «Бедняжки» или «Бедные несчастные». Эксцентричная трагикомедия с Эммой Стоун и Марком Руффало. При этом сама Стоун получила свой второй Оскар за лучшую женскую роль. «Прошлой ночью я паниковала, что, возможно, что-то подобное может произойти», сказала она. Также «Бедняжки» получили Оскары за лучший дизайн костюмов, лучший грим и лучшую художественную постановку, по сути, отобрав как минимум несколько последних статуэток у фильма Барби, ведь эти награды прочили именно ему. Что же касается этого фильма, то, увы, он получил всего один Оскар, и то не особо относящийся к кинематографу. Статуэтку за лучший саундтрек для Барби получила 22-летняя Билли Айлиш. Это уже второй ее Оскар, таким образом, певица и музыкант стал самой молодой обладательницей двух Оскаров в мире. Что же касается других результатов, то, например, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе вообще не получили ни одной награды, оказавшись полностью неудел, зато сразу четыре ненглоязычные художественные картины получили премии. «Японские мальчики-птица» и «Годзилла-1» за лучший анимационный фильм и лучшие визуальные эффекты соответственно, «Французская анатомия падения» за оригинальный сценарий, а снятая на немецком «Зона интересов» за лучший звук и лучший международный фильм. Лучшим документальным фильмом стал «20 дней в Мариуполе» украинского режиссера Мстислава Чернова, а награды лучший короткометражный игровой фильм получила чудесная история Генри Шугара, а лучший короткометражный документальный фильм «Последняя мастерская». Ну то есть в целом сенсации не случилось, ну разве что может быть, что Скорсезе и Грету Гервик прокатили по полной, тогда как OpenGamer напротив забрал все лавры. Тем не менее, как выяснилось, на этот раз новые правила Оскара оказались не такими уж и страшными, как многие и мы в том числе думали раньше. Хотя разумеется за кулисами Оскара 2024 осталось еще очень много всего интересного, о чем мы поговорим уже завтра на Movie Maker в более развернутом анализе событий. Так что подписывайтесь на оба наши канала, а прямо сейчас пишите ваши комментарии, ставьте пальцы вверх и не забывайте переходить в нашу телегу по ссылке под видео. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.